Ты сегодня испортил меня с ней? Раз, ты сегодня так плохо, как посудя. Скорее, вперёд, поехали. Нет, мы с ней. Поехали, поехали, поехали. Давай, 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 давай. Нет, это не разборка тирана-учителя и нерадивого ученика. Это психологическая игра, своеобразная модуляция реальной проблемной ситуации. Задача – прочувствовать все аспекты конфликта на своей шкуре и найти максимально результативное его решение. Одна из составных частей тренинга – стоп-буллинг, занятие, посвящённого феномену травли в коллективе, особенно в детском. Сегодня, говорят психологи, эта неочевидная проблема стоит крайне остро. Эмоционально подавленными детьми ходят по данным, спрашивали более 2,5 тысячи респондентов, было отпрошено около 87%. То есть дети не то, что учиться не хотят, они не могут ходить в школу и чувствовать там себя хорошо. Дети боятся об этом говорить. В лучшем случае 5% из них могут сказать это взрослым. 25% могут сказать своим друзьям или людям, на которых они могут опираться. Все остальные либо боятся, либо стесняются. А это уже кардинально другой тренинг – арт-терапия. Рисунки, фигурки, лепка, коллажи и даже собственноручно раскрашенные мандалы – всё это несёт отпечаток психологического портрета автора. Сейчас эти молодые люди учатся осознавать себя с помощью тонких инструментов искусства. Это разговор клиента с психологом с помощью рисунка. Пока клиент рисует или создаёт какой-то творческий продукт, во-первых, он снимает эмоциональную нагрузку, которая у него накопилась в течение недели или, может быть, больше. Второй момент – он проясняет свою какую-то проблематику с помощью любого творческого продукта. И часто она помогает работать с запросом клиента. Все эти тренинги приурочены ко Всемирному дню психического здоровья. Они проводятся во многих школах города и других учебных заведениях. Например, в педуниверситете устроили целый мастер-класс по экспериментальной психологии и психогигиене. Гимназисты, будущие абитуриенты, смогли воочию познакомиться с основными принципами предоставления психологической помощи. Кстати, именно это и является главным предметом нынешнего дня здоровья. Психологическая помощь должна быть неотложной, и на неё имеет право каждый. И она должна быть оказана любому человеку. В принципе, мы психологи, и наши будущие студенты, и наши настоящие студенты, мы этому и учимся. Мы хотим сказать, что обращаться к психологу не стыдно. Обращаться к психологу надо, все нуждаются в помощи. Мы не решим ваших проблем, но мы сможем вам помочь решить их сами. А пока большинство криворожан всё ещё не видят разницы между психологом и врачом-психиатром, жалеют денег и времени на профессиональную консультацию и считают себя компетентнее любого специалиста, у школьных психологов, загруженных и без того, с каждым годом работы только прибавляется. Андрей Чечель, Роберт Сиваков, Первый городской.